Тема доклада. Роль и значение православия в патриотическом воспитании молодежи. Феофановские образовательные чтения проводятся в памяти священно-мученики Феофани, епископе Пермском и Соликамском, который посвятил себя образованию и просвещению пермского народа. Такие чтения проходят уже в третий раз и традиционно собирают активных деятелей города, отдел по делам молодежи, Центр Каскад и Совет ветеранов. А патриотизм невозможен без духовности. Программа посвящена 75-летию Великой Победы, поэтому на нынешних феофановских чтениях разговаривают про патриотизм. Докладчики поднимают разные темы, например, духовность и вера. А Галина Ильина, библиотекарь в храме Сергия Радонежского, затронула жизнь в интернете. По ее словам, там подросток перестает думать о других. Искажаются ценности. Прежде всего, это семейные ценности, это любовь к отечеству, это память о предках. Это патриотизм. Это замечается в обществе, это в общении замечается. Мы меньше общаемся. Поэтому все чаще к историческим праздникам привлекают молодых волонтеров. Докладывает на чтении Елена Максимова, главный специалист отдела по делам молодежи. Бессменно на всех патриотических праздниках присутствуют и воспитанники Центра Каскад. Вы заметили, что слово патриотизм, оно не наше. То есть не русское корень происхождения. Патриотизм из греческого языка взят. Потому что у нас, проживающих на этой территории, раньше это было в крови. Поэтому обозначения этого слова у нас и нет. Феофановские образовательные чтения проходят в рамках 18-х рождественских международных чтений. Организаторы в нашем городе – отдел по работе с молодежью Соликамской епархии. Гости прослушали не только доклады, но и многоголосие ансамбля «Илария». Важно, чтобы молодежь воочию, во-первых, получала информацию о Великой Отечественной войне, а во-вторых, очень важно смотреть глаза в глаза старшему поколению, то поколение, которое сейчас находится в зале. Сегодня у молодежи больше свободы, которой они не всегда умело пользуются, говорят священнослужители. Однако в нашем городе патриотизму уделяют особое внимание. В школах, спортивных секциях и в том числе и в церкви. Елена Силакова, Степан Некрасов, Новости Верхнекомье.